Я рассказываю такой анекдот, ну это анекдот, конечно, Собянин, мэр Москвы. Русские же, знаете, любят рыбу ловить. Ой, вот в нашем кривом зеркале все рыбаки, только Петросям бедный не умеет, остальные все, как только нам отдых дают, все едут на рыбалку. Я узбек, зачем? Я люблю кушать рыбу. Ловить не мое дело. Сидеть, ждать, когда она там пойдет. Зачем? Иди в магазин, купи. Русские, им водка и удочка, все. Сидит, плачет, что жена плохая, вот до вечера муж сидит здесь. Сам с собой разговаривает. И нифига не поймает, самое главное. В конце гастронома купит, и вот я поймал. Ну, как всегда. И вот Собянин, тоже же русский мужик, настоящий, из Сибири. Он тоже, оказывается, любит рыбачьих. Сидит и поймал. Вот везет богатым, богатым везде везет. Почему я? Я иногда завидую. Он поймал золотую рыбу. Я могу два дня сидеть, я тапочку не поймаю домашнее. Он золотую рыбу поймал. И как во всех сказках Пушкина, рыбка золотая заговорила. Говорит, о, человек, я волшебная рыба. Я могу исполнить любые твои три желания. Ну, как во этой сказке. Собянин говорит, рыба золотая, ты просто меня не знаешь. Я хозяин Москвы, понимаешь. Так какие желания? У меня все есть, зачем? Нет, ничего не надо, я сожру тебе закуска. Человек, хоть одно желание у тебя есть? Собянин так подумал, говорит, ну, одно желание есть. Вообще-то есть желание. Одно, единственное, рыба золотая. Ладно, так и быть. Отпущу тебя на свободу. При условии ты отправишь всех узбеков обратно в Узбекистан. Нет, они хорошие, но их в Москве слишком много. Как ты понимаешь? Все-таки Москва столица России, а не филиал Ташкента, понимаешь. Узбеков отправишь, а остались и живой. Рыба золотая позелевела. Она говорит, вот это желание я исполнить не смогу. Почему? Спрашивает Собянин. Потому что я сама из сердарьи. Отвечает золотая рыба.